В Славянском районе работает 38 клубных учреждений, и каждая по-своему уникальна и неповторима. Мы побывали в Прикубанском доме культуры. Какая там проводится работа, чем заинтересовывают работники культур жителей, смотрите в следующем материале выпуска. Прикубанский сельский дом культуры был построен в 1981 году. Свой 40-летний юбилей он встретил обновленным. По краевой программе в учреждении была отремонтирована кровля на сумму более 1 миллиона рублей. Сделана пожарная сигнализация. В планах обновление концертного зала. Благодаря краевой программе мы отремонтировали кровлю сельского дома культуры. Для этого были выделены деньги из краевого бюджета и софинансирование бюджета района. Было сделано все, завершено с пожарной сигнализацией. На следующий год планируется сделать кресло. Тоже благодаря краевым программам. Все это у нас делается и стараемся, благодаря управлению культуры, конечно, местной администрации, стараемся в эти программы попасть. И вот у нас проходят такие вот замечательные дела. То есть обновляется и улучшается жизнь работников сельского дома культуры и жителей нашего Прикубанского сельского поселения. В сельском доме культуры работает более 15 кружков и объединений самой разной направленности. Здесь каждый житель, невзирая на возраст, сможет себе найти занятия по душе. Для самых маленьких работает кружок декоративно-прикладного творчества «Забава». Ведет его педагог с большим стажем Надежда Харченко. На занятиях ребята учатся делать разнообразные поделки, работать с природными материалами. Им рассказывают об истории игрушек, проводят мастер-классы по их изготовлению. Куклу Мотанку начали делать еще в Древней Руси. Это самые древние куклы. Обычно делали ее из ластупков, из ткани, которые раньше очень ценились. И считалось, люди свято верили, что она берегает от неудач, приносит счастье, здоровье. В общем, все хорошее приносит. Также для юных жителей Прикубанского сельского поселения работает кукольный театр. Представления посещают воспитанники детских садов и учащиеся местной школы. Кукольный театр от декораций до самих сказочных героев был полностью создан руками работников Дома культуры. В репертуаре в основном всеми любимые и известные сказки. Детям очень нравятся такие представления. В этом году кукольный театр подтвердил звание народного. Юные жители Прикубанского – частые гости и в сельской библиотеке, которая также расположена в Доме культуры. Вот эта вот книга была написана аж 700 лет назад. Представляете? Это все книги юбиляры. А вот эта полочка про наш замечательный Славянский район. Для тех, кто занимается спортом, нужно полистать и увидеть самое главное достижение, которое у нас достигли наши спортсмены. Помимо рассказов об интересных книгах из библиотечного фонда, здесь для ребят проводятся разнообразные мастер-классы. В день, когда мы снимали репортаж, учащиеся первого класса учились изготавливать закладки в книге, которые так необходимы при чтении. Кроме библиотеки, при Доме культуры работает небольшой музей, где для ребят проводят экскурсии. Им рассказывает о земляках, героически сражавшихся в годы Великой Отечественной войны. Родословных казачьих семей показывает предметы казачьего обихода. Сегодня я побывала в музее и я узнала то, что раньше в казачьих временах не использовали электронные такие вещи, как сейчас. Ну, современных вещей не было. К фотографии все были черно-белые, некоторые альбомы были даже больше, чем сейчас. Ну, еще утюги были такие странные, просто деревяшка какая-то, которая вот еще с волнистой такой штучкой. И я даже не представляю, как можно было такой штучкой деревянной гладить вещи. А оказывается, так делали многие казачки. Музей был создан в 2001 году и занимает всего одну комнату. Но, тем не менее, очень востребовано жителей, которые, кстати, внесли большой вклад в его создание. Каждый житель Прикубанского, почти каждый житель, может считать себя собирателем нашего музея. Потому что многие отдали свои предметы казачьего быта. Также многие земляки предоставили фотографии ветеранов, воевавших в годы Великой Отечественной войны. Рассказали информацию, где воевал, когда призывался, когда вернулся, сколько ранений. Это все дело пополняется. Некоторые люди сами приносят. Вот что-то дома старинное есть, ну, ненужное, чтобы это все как-то увековечить, чтобы оно не пропало. Приносят в музей. Благодаря тому, что музей появился, был собран большой объем информации о фронтовиках. Восстановлено генеалогическое древо пяти казачьих семей, живущих при Кубанском. А проводимые здесь экскурсии для школьников знакомят их с историей своей малой родины. Для людей пожилого возраста в сельском Доме культуры тоже организован досуг. Те, кто любит петь, выступают в хоровом коллективе «Нивушка». Те, кто любит петь, выступают в хоровом коллективе «Нивушка» В репертуаре коллектива в основном песни Григория Пономаренко и казачьи. Артисты выступают на городских и районных праздниках. Многим участницам хором далеко за 70. Но, несмотря на столь почтенный возраст, они не пропускают ни одной репетиции. И готовы петь и днем, и ночью. Это моя жизнь, это мое счастье. Я этим живу. Я не могу без песен. Я только люблю песни и люблю коллектив. У нас очень хороший коллектив дружный, хороший руководитель. Как не петь? Я считаю, что это самое лучшее развлечение в жизни. Хочется петь? Хочется. И так жалко, что мы уже стареем. Эх бы молодость, теперь бы нам. Мы бы еще показали. Из-за вновь введенных коронавирусных ограничений творческая жизнь в домах культуры пока приостановлена. Артисты сейчас выступают только в онлайн-формате. Но хочется верить, что пандемия скоро закончится, и жизнь вернется в обычное русло. В домах культуры снова будет оживленно. А соскучившиеся по концертам жители заполнят все залы. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».